Доброе утро, ребята! Всем привет-привет! Доброе утречко! Наш завтрак. Лена завтракала без нас, потому что раньше проснулась, ела гамбургер себе делала. А мы обедаем, ой, тьфу, завтракаем. А что у тебя чая нету, мать? Не хочу. Потому что, получается, блин, у нас сладости есть в доме, и когда мне налит чай, я соблазняю, что он у меня на сладкое. Я себя сегодня наказала без чая утром. Самое наказание. Так, бабка бутерброд с бананом, чай, а у меня жидкая каша, ну, которую я маме в больницу варила, у меня кастрюльки еще есть, она прям жидкая-жидкая. И три кусочек, кака-ла-баски, и огуречек при куску. И все. Такой завтрак. Завтракаем, просыпаемся, и дальше живем. Вот так вот, да. Ну да. Сонина! Сонина! Пошли! Боится киса. Киса шипнула. А, Сонина! Только родился, и пришлось покинуть этот мир. Да это довольно часто в животном мире, Зань. Только выпрыгнул с этих самых, с мамки. И тут уже львы поджидают, и прочее. То есть этот мир встречает вовсе не цветами только родившегося животного. А именно начинается сразу процесс борьбы за жизнь. Он так устроен этот мир. Я не устану в этом повторять. То есть сразу начинаешь бороться за жизнь. Это у животных. У человека в связи с тем, что цивилизация у нас распространилась, то есть рождается как бы в колбе, в роддоме. За жизнь бороться не надо. Понимаете? Поэтому он человек так чуть-чуть, как сказать, расслабился. Пять тысяч штраф. Молодцы, правильно. Нефиг бросать. Мусор. А еще недавно здесь не было ничего. Помнишь? Был забор такой. То есть этого дома не было. А моментально все вычистили, убрали все сарай старый. Видишь, уже дом почти построили. Прикольно, молодцы. Рыжий. Рыжий хороший. Хороший пёс. Это рыжий. Соня, он хороший. Рыжий. Погоди, на тебя уже какая-то фигня. Стой. Нет. Что это? Не знаю, какая-то. Ползает. Ну, глядя. Пошли. Пойдем. У Кастанеды, когда я читал еще, увлекался этим, одним из главных пунктов было избавиться от жалости к самому себе. Понимаешь? Это вещь, которая ослабевает тебя. Когда ты начинаешь себя жалеть, ты становишься слабым. Понимаешь? Не надо жалеть себя, блин, там еще какие-то, блин, что было, что прошло, блин. Это все неинтересно, блин, никому, понимаешь? Крутить в голове все свои неудачи там, блин, или промахи. Это все фигня. Надо это все выбросить и забыть. Понимаешь? Прикольно, блин, смотреть на воду, да? Что-то засрали, да? Этих нету, ивановцев. Они здесь постоянно чистили, обливались, да? А сейчас спрятались. Да. Разогнал коронавирус всех по домам. А здесь очень классно стоит. Сонина остановилась. Не разойдутся с козой. Такая прикольная козочка. Пошли, вошли, Соня. О, ветерок здесь. Так что, Доня, все сожаления и сомнения нужно откидывать. В этом мире мало времени. Его жалко тратить на все это дерьмо. Приготовлю вкусняшку на обед. Ребята, я снимала рецепт для вас. Сейчас у меня тут доготавливается. Наприте, у меня после рецепта осталось яйцо. Это яйцо с молоком. Я сейчас что-то из него приготовлю. Просто хлеб пожарю. И знаете что? Решила с добавлением сыра. Ребята, сегодня у меня колоссально просто болит голова. Это просто нечто. Я вчера спать ложилась, башка болела. Думаю, ладно, сейчас спать клягу, и все хорошо будет. Так, смотрите, молока уже у меня нету, закончилось. Я хочу чем-то разбавить. Йогурт. Вполне, вполне годится. Тут как раз вот одна ложка осталась этого йогурта. Я его сюда бабахаю. И будет нормально. И вчера не стала пить, и просыпаюсь, прикиньте. Мое удивление, голова так и болит. Так что сейчас мне не избежать пить таблеточку. Я вчера сильно много времени за компьютером провела. От этого и башка, наверное, болит. Так, вместо соли я сюда добавлю. У меня тут она уже есть, но я еще добавлю приправа классная для яичницы. Она уже содержит соль, поэтому соли не добавляю. Перемешиваю. А, вот что. Сыр. Ой. Простите, что я такая шумная. Спешу, спешу. Куда я делала сыр? Вот он. Маленький кусочек сыра. Я прям сюда его сейчас потру. Мне, ребята, так понравилась эта мелкая терочка. Помните, которую я купила за 15 гривен недавно? Это что-то. Она так мелко трет сыр. Так удобно. Она маленькая. Удобно мыть ее. Посмотрите. Видите, насколько мелко? Смотрите. Ой. Что-то я рассыпаю вот так. Так удобно. Классно. И, короче, есть у меня батон такой, он уже нарезанный. Я сейчас сюда все помакаю и пожарю. И будет нормально. С чаем можно пить. Да? Да. Так. Ну, и так еще нормально с сыра. Я обычно просто в яйце жарю, а с добавлением сыра не пробовала. Что-то будет, что-то будет. Ну, Юля вечно эксперименты. Так что, неудивительно. Так. Все. Тут накрошила, нассорила. Сейчас перемешиваю все. Смотрите. Такая получилась жижа. Такая жижа. Все. Сейчас у меня сковородочка освободится. И я пожарю. Посмотрим, какой у нас хлебчик получится. Ну, тут немного, но все же. Так. А я дальше пошла рецепт снимать. Конечный результат. Ну, ладно. Давайте покажу, что я снимаю. Смотрите, ребята. Ой, сейчас я вас подвину. Смотрите. Вот такая штучка. Очень вкусная. Рецепт на канале. Так, ребятки. Все. Сковородка помыта. Она разогрелась. Наливаю растительное масло. Вот так немножко. И не знаю, как, руки не окуда пачкать-то вообще-то. Можешь попробовать вот так вот, да? Раз. Чтобы вам видно, вам видно там вообще-то. Вот так вот, смотрите. С сыром никогда я так не делала. Так. И берем. Выкладываем. Короче, такие греночки. В яйца с добавлением сыра. Ну, не сильно сыр цепляется, кстати, на хлеб. Ну, ничего. Он свой вкус придаст. Можно вот так вот сыр еще сверху пораскладывать. Кстати. Кстати, да. Так. Видите, масло у меня на одну сторону переливается. Это неудобно. Потому что кривая плита. Вот так можно сыр немножко разлаживать. Ой, пахнет вкусно. Все, наверное, греночки захотели, да, ребята? Давайте доставайте из холодильников яйца. Нарезайте хлебушек. И вперед. Это очень-очень вкусно. Ну, так по три штучки. Видите, сколько сыра остается? Вот так вот я сделаю. Та-да-дай, 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 та-да-дай. Красотишка. Ой, ну, конечно. Сейчас я вам покажу. Вот, вот так вот выглядит. Смотрите. Вот он сыр. Можно еще положить. Сыра много не бывает. На среднем огне. Жарю, чтобы они не сильно так этот самый, чтобы не подгорели. О, там такая красота с той стороны. Сейчас еще буквально вот 30 секунд. Я вам покажу. Там так красивенько, прям так желтенько. Няманялушка. Няманялушка. А, ничего, на обед с чаем попьем. Так, чего, переворачивать или нет? Да, наверное. Они такие красивые. Смотрите, переворачиваю, ребята. Оп. Посмотрите. Какой красивый. Оп. Какой красивый. Однако. Оп. Конечно, надо не вилкой делать, а лопаточкой какой-то. Ой, ребята, знаете, что надо было сюда еще чесночка добавить. Вот прям сюда в яйца. Ммм, было вообще супер. Ну и так очень вкусно. Правда, красиво, да? Та-дам, ребятки, у нас обед. Та-дам, обед. Леночку, Леночку отправили на улицу гулять с подруженькой. Лена вон немножко поела. Это штучки, рецепт смотрите, ребята, на канале. Что это такое, из чего его готовят, из чем его едят. Сейчас попробуем. Да, мы сейчас разрежем. Видите, какая у Юльки диета. Что? Неужто все? Неужто все? Все подумали, да? Ага-га. Так. Так, ты будешь есть, мать? Да, кусочек съем. А что, мне больше нечего есть? Правильно, правильно. Так, смотрите, салат у нас, овощи, салатиус. Ничего, помидоры закончились, только капуста, огурец здесь и зелень. Все. И еще вот то, что я жарила хлебчики в яйце и сало у нас. Все, больше ничего нет. Простите. Простите. Это нормально, мать. Что ты палишь сегодня? Все, посмотрим что-нибудь по телеку и отдохнем, посидим, полялякаем с папочкой. Да, да. Споем застольные песни, пойла нет. А мы не бьем. Мы и так песни можем без пойла. У нас чай за место пойла. Да. У меня спина болит от этих компьютеров. У тебя тоже болит? Да, бля. Это вообще. И шея, и спина. Я бежала таблетку от головы. Она может быть вполне от спины, от этих самых, от головы болит. Скорее всего, мать. Это застой. Капец. Так, все. Поехали вообще. Тадам, ребятки, Леночкин ужин. Я даже не знаю, будем мы сегодня что-то клепать из этого отснятого сегодняшнего материала видос. Потому что ничего не отснимали. Ничего не отснимали. Сегодня день, конечно, такой, ребята. Переживаю очень сильно. Маму, короче, выписали вчера. Ну, не выписали, вернее. Пустили на ночь домой. Приехала домой. А в 4 утра она уже была опять в больнице. Посреди ночи в 4 утра, прикиньте. Вот. Потому что поднялась температура жутчайшая сильно. И, ну, короче, как-то так все плохо. Завтра я утром, утречком с раннего утра бегу к ней в больницу. Буду врачей спрашивать, что такое, что случилось, что дальше делать, короче. Вот. И кушать ничего себе не готовила, ничего не снимала. Лена пришла с улицы, пожарила ей 2 яйца с колбаснёй, с сосисочками. Разморозила. Они у меня в морозилочке лежали. Я их разморозила, они вкусненькие. Вот такой и будет ужин. Всё. Вот на это всё, ребята. Даже слов нема. Так у меня что-то в ушах просто аж звенит. Та-дам, мать. Та-дам-дам. У нас, ребята, ужин. Правильно. Ужин, да. Папка дает последнюю тарелку борща. Смотри, как майонез у тебя закрутился. Интересненько как-то. Перемешаю я тебе. Последний уже борщик. А, тут даже мяско ещё попадается, остаточки. И, как обычно, ребята, сало, горчица. Хлеб обычный, хлеб в яйце жареный. Вот, чаёк у тебя. А, есть у нас грейпфрут, если чё, можно, да, с чаем попить этот самый. У меня на ужин сыр и съем пару маслин. Вспомнила, что у нас есть маслины. Вот так вот. Прикольно, мать. Ребятки, и чай пью. И паромщицу. Мы уже дошли до 12 серии. Да, смотрим. Мы, наверное, никогда не смотрели таких сериалов, прям мелодрам, мелодрама такие. Хотя здесь немножко с этим, с детективным уклоном, да? Детективный сюжет здесь, да? Да, да. Первая, вторая серия нам ещё как-то было нудно, да? А что вот это так, тут, а что... А потом всё, уже интересно, что закончится. Ты тогда смотришь. Немножко она как мелодрама затянута. Кстати, музыку вставляет такое, но ничего. Смотрим. Зато хоть отвлекаемся от компьютеров, от новостей всевозможных, от этих эпидемий, карантинов и так далее. Хоть немножко как-то мозг всё равно. Должен мозг отдохнуть. Да, да. Всё. Саша, надо Ласа пошла с крябой в туалет, именно когда мы записываем видео. Не говори. Паршивая. Вот застану. Да, Соня. Всё, а ты всё, погуляла там? Кошка паршивая у тебя, подружка. Спрячь зубы, это видно. Зубы видно-то. Соня. Соня. Соль. Встань. 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 Здравствуйте. Встань. 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 Вот, чуть не упала. Видел на попку си. Ей тяжело. Все сказали, мама, не тяните, на тебе кусочек сыра за этот си. Ну, ты мне хоть лапу дай. Дай лапу. Да, не нюхай. Вот так. Встань. Встань. О, Боже. Попа толстая, качается. Идёт бычок, качается, вздыхает на ходу. Это ты, Соня. Всё, ребятки, на этом будем прощаться. Всем огромное большое спасибо, что вы с нами, что вы к нам зашли. Ну, а конюх. Будьте здоровы, будьте счастливы, хорошего вам настроения, хорошей погоды. А нам ставьте лайки, пальчики вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.